Сегодня я готовлю очень вкусный, нежный суп сырный с рыбой. Это один из любимых не только мною, но и большинством домохозяек супов. И причина этого кроется в его простом приготовлении и возможность добавить почти любые ингредиенты. Я его сегодня делаю с красной рыбой и сырком Дружба. Ну что, приступим? На дно кастрюли с толстым дном я налила растительное масло. Выложила мелко порезанный репчатый лук и натертую на мелкой терке морковь. Жарила овощи 2-3 минуты. Затем добавила замороженные помидоры. Можно взять свежие помидоры, порезанные и очищенные от шкурки. Еще жарила 3 минуты. Затем добавила воду, посолила, довела до кипения и добавляю порезанный кубиками картофель. Довожу до кипения, уменьшая огонь и варю 5 минут. Затем добавляю плавленый сыр. Я его порезала на небольшие кубики. Его можно потереть еще через крупную терочку. В суп я еще добавила замороженные кабачки. Довела до кипения и пробила все блендером до пирообразного состояния. Затем добавила сушеный укроп. Супчик наш закипел. Покипел 2-3 минуты. Я выкладываю рыбку. Даю покипеть супу буквально 2-3 минуты и наш суп готов. Кстати, такой суп можно готовить с любой рыбой. С грибами, с крабовыми палочками, с орехами, с брокколи. Сегодня я готовлю очень вкусный нежный суп сырный с рыбой. Это один из любимых не только мной, но и большинством домохозяек супов. И причина этого кроется в его простом приготовлении и возможность добавить почти любые ингредиенты. Я его сегодня делаю с красной рыбой и сырком дружба. Ну что, приступим? На дно кастрюли с толстым дном я налила растительное масло. Выложила мелко порезанный репчатый лук и натертую на мелкой терке морковь. Жарила овощи 2-3 минуты. Затем добавила замороженные помидоры. Можно взять свежие помидоры, порезанные и очищенные от шкурки. Еще жарила 3 минуты. Затем добавила воду. Посолила. Довела до кипения. И добавляю порезанный кубиками картофель. Довожу до кипения, уменьшая огонь и варю 5 минут. Затем добавляю плавленый сыр. Я его порезала на небольшие кубики. Его можно потереть еще через крупную терочку. В суп я еще добавила замороженные кабачки. Довела до кипения и пробила все блендером до пюрообразного состояния. Затем добавила сушеный укроп. Супчик наш закипел. Покипел 2-3 минуты. Я выкладываю рыбку. Даю покипеть супу буквально 2-3 минуты. И наш суп готов. Кстати, такой суп можно готовить с любой рыбой. С грибами, с крабовыми палочками, с орехами, с брокколи, с креветками. Он настолько прост, что его может приготовить любая хозяйка. Субтитры создавал DimaTorzok